Привет, YouTube! Вы смотрите шутки в интернет. В этом сезоне комики не борются за деньги. Они просто выходят на сцену, рассказывают свой стендап и потом грустные едут домой на метро без призов. А вот вы, наши хорошие, прекрасные, сладкие, чудесные и, надеюсь, адекватные зрители, как раз-таки можете выиграть 5000 рублей. Выбери одну, любую шутку комиков в этом выпуске и пиши в комментариях свой смешной переделанный вариант. Чей комментарий наберет самое большое количество лайков, тот и выиграет деньжулю. Клево? Круто? Восхитительно! Так тоже можно писать в комментариях, но это уже бесплатно. И помните, это все просто шутки. Это все просто комедия. Приятного вам просмотра! Привет, привет всем! Так, да, да. Да, да, футболка из сыра. Если вдруг у вас в голове был вопрос. Так, я задам такой вопрос, который может сразу, наверное, кого-то напугать, а так, кто-то есть в зале гомофобы? Поаплодируйте. Я, мужики, объясняю. Сидят люди в зале такие, в смысле наху гомофобы? Я не гомофоб, бля? Я просто люди не понимают значения этого слова. Я просто для себя открыл точно, что я гомофоб. Давайте объясню, что за гомофоб. Я, это от слова гомофобия, я отталкиваюсь от слова фобия. Я просто боюсь геев. Но у меня не такая гомофобия, о которой принято думать в современном обществе, типа, которое притесняет, знаете, ЛГБТ-сообщество. Нет, я просто боюсь их. Ну, знаете, вот этих, которые, эй, геям нельзя быть, ну, ты чё, бля, не казах, что ли? Вот это вот. Я, я не такой. Я просто, поймите меня правильно, я просто боюсь их. Можно же бояться просто людей? Я не притесняю их, я не говорю, что, это как пауков бояться. Но никто не говорит, типа, эй, пауком нельзя быть, ну. Ты чё, бля, не казах, что ли, эй? Ну, что, понимаете? Я как в себе это открыл? Я был приглашен на день рождения в караоке, в вип-кабинку. Подруга пригласила, я приехал. Я ворвался, я сразу начал петь песню «Секс-бомб», знаете? «Секс-бомб», «Секс-бомб», я, короче, пою её. Не знаю, зачем я сейчас спел, чтобы вы вспомнили, наверное. Я пою её, всё, закончил петь, подруга подходит, меня обнимает, благодарит, говорит, блин, Чин, спасибо тебе большое, так классно спел. Слушай, кстати, забыла тебе сказать, тут в кабинке все парни, кроме тебя, геи. А их там четверо было. Я «Секс-бомб» пел. Я ещё думал, блин, как я не понял, что они геи. Я когда пел, я ещё думал, а где второй микрофон? Это на фантазию каждого. Я чётко в этот момент понял, я испытываю дискомфорт. Там четыре пацана гея, понимаете, в этой кабинке. Всё, я один. Это как клаустрофобия, только вместо стен четыре гея, понимаете? Вот это вот давит на тебя, дышит, нет, что, нет, мне плохо, дышит. И я долго думал, почему я испытывал дискомфорт. Я не боюсь того, что кто-то из них меня прижмёт или изнасилует, знаете, нет, я не боюсь этого. Я боюсь того, что кто-то из них меня поцелует и мне понравится. Получается, я тоже геем стану, правильно? А страшно стать тем, кого ты боишься, понимаете? Это как бы стать пауком в каждый день в зеркало. Фу, бля, ёбану, мать, что ты? Нет, я не хочу этого. Я сильно заморачивался начал, начал бояться вообще этого. Я другу всё это рассказывал, он говорит, ты так часто говоришь об этих геях, может быть, ты сам латентный гей? Я говорю, ты, конечно, так себе психолог, если честно. Он говорит, я вообще из-за этого начал сомневаться, прикиньте. Решил пройти тест на гея, есть такое в интернете. Блин, он слишком простой оказался, знаете, там вопрос типа, последние две недели возбуждали ли вас мужчины? Я такой, нет. Очень просто, слишком в лоб, понимаете? Когда такие тесты на анализ какой-то психотипа проводятся, нужно что-то какое-то второе, но, знаете, не так очевидно, типа, выберите фигуру, ты говоришь, треугольник. Он говорит, поздравляем, вы геи. Всё. Присаживайтесь на треугольник. Он говорит, всё. Нет, понимаете? И как будто бы это чисто человеческое, знаете, заморачиваться, типа, блин, а что я гей? Я не гей? Блин, слишком много этого слова говорю. Понимаете что? Животный мир давно уже определился, они не заморачиваются. Я недавно узнал, что животные бывают некоторые геями. Ну, дельфины, фламинго, это, блядь, понятно было. Ладно. Я удивился, когда узнал, что львы бывают геями. Вы знали? Офигеть, лев, гей, это всё. У меня в системе координат всё сломалось. Это же царь, это царь зверей. Прикиньте, царь гей. Как за ним следовать? Его отодрали только что вообще. Как ему доверять вообще? Я король лев теперь вообще по-другому смотрю, понимаете? Я смотрю такое. Блин, он шрам, пидарас, блин. Да, я вообще, я вот на друзей, которые на аватарке львов стоят, я вообще на них по-другому смотрю. Теперь это что? Несерьёзно. Знаете, вот этот пацанский прикол, чисто фотку выкладываешь. Я недавно выложил фотку, мне друг пишет, брат, ты лев. Я говорю, нет, это ты лев. Просто флиртуем в комментариях. И вот новость была, что какой-то британский фотограф в Африке в Саванне сфотографировал двух львов-геев. На что, короче, какой-то кенийский чиновник прокомментировал эту новость. Он говорит, этого не может быть. Львы не могут быть геями. Наверное, эти львы подсмотрели за туристами-геями, которые в Саванне вели себя плохо. Вели себя плохо? Это что вы? Это кто, замуч говорит, что ли? Они что, блядь, бегали по коридорам, блядь? Вели себя плохо, блядь. Как формулировка, блядь. Секс теперь так называется. Сегодня будем плохо себя вести. И я думаю, блин, а ты как это себе представил, что лев идет такой по Саванне? Такой, чисто, в Бонифации. Бля, кстати, в Бонифации, по-моему, точно геи, нет? Вообще, кажется, чисто, бля, гомик на туре. И идет лев такой по Саванне и видит там туристов-геев. И такой, это еще что такое? Ну-ка, ну-ка. Лева! Эй, иди-ка сюда. Пошли, тема. Леву позовите, блядь. Тема одна есть, надо попробовать. Это же вряд ли было так. Да, давайте эту тему наконец закроем. Я всегда после этой темы перехожу на следующую тему, но я всегда прошу зал обнулиться, потому что, если что, эти темы между собой никак не связаны. Хорошо? Все, договорились, забыли. У меня в жизни стало меньше секса. И, нет, а чем вы это делаете? Не делайте это зачем? Я же просил вас. Короче, да, стало меньше секса в жизни. Да, вообще, прям, что-то отчаялся я вообще. Ой, мне недавно показалось, что у меня аж в зоопарке бегемотиха подмигнуло. Это, блядь, это не нормально. А что, бегемотихи-то, блядь? Глорию помните из Матагаскара? Нормально же она? Я тоже, блядь, чисто мотомото, блядь. Короче, да. Отчаялся вообще. Те женщины, которые мне дают, я вообще, конечно, уважаю. Да, она прям передо мной. Да, девушка передо мной раздевается, такая, блядь, души, говорю, уважаю. Респект. Да, да, и мне друг, вообще, друзья, конечно, не ценят всего этого. Блин, у кого сейчас есть регулярный секс, цените это. Друг жалуется мне, говорит, бля, прикинь, неделю не трахался уже. Представь, я говорю, вообще легко. Хочешь месяц представлю вообще, год, легко вообще. Я вообще, секс теперь мне не очень нравится, если честно. Мне больше по приколу обнимашки. О, это моя тема вообще, да. Мне вместо секса пообниматься бы просто, этого достаточно, да. Я теперь порно не смотрю, я больше жди меня люблю. Ой, там от души обнимаются люди. Да, в метро, когда давка, я, уп, туда. И вот такой весь мокрый выхожу, блядь. Ну, блин, я понял, почему. Почему? Потому что я начал психологически комплексовать. Я точно умею этим заниматься, но я начал комплексовать из-за своих друзей, которые рассказывают свои потрясающие какие-то невероятные истории. Знаете, вот этих пацанов, в зале, скорее всего, есть такие пацаны. Мне недавно друг подходит и рассказывает, говорит, я ей привет сказал и сразу в рот дал. Сразу? А ты в ответ даже не поздоровался, я думаю. Это как? Нет, короче, у меня к нему вопросов нет вообще никаких. У меня вопрос к девчонкам, которые за привет вообще готовы на все. Это где они такие ходят? Я на всякий случай, всем привет, привет. Если что, я здоровался. Привет, добрый вечер. Сегодня оргия будет. Конечно, блин. И нельзя, мне кажется, так делать. Это некрасиво по отношению к девушкам. Нужно уважать их вообще. Надо брать пример с меня, потому что про мой секс точно никто не знает. Я уверен, даже те, кто в нем участвовали, забыли. Женщина, просыпайтесь, я все. Если что, я не спящую трахнул. Я не конченый. Она типа скучно была, она уснула. И мне друзья говорят, а что ты, типа, проститутку не вызываешь? Я говорю, нет, брат, я не такой. Есть такой стереотип, что мужики в сауну вызывают проституток. Я в сауну вызываю PlayStation. Вот я такой человек. Но если вдруг я оказался в компании пацанов, которые вызвали проституток, я всегда оказываюсь вот этим чуваком, который на кухне с этими проститутками общается. Пока у них, не знаю, перерыв или что у них там, блядь. Перевахтовка, блядь. Сижу как любящая, жена жду. Ну что ты там, как ты там? Но я... Ой. Я как-то... Да, вот сижу, развлекаю их такой, блядь, шлюшиный аниматор. Эй, девочки, айда в бассейн, блядь. Ай, Робика, блядь. Я как-то с одной такой сидел. Она сидит, рассказывает свою историю какую-то грустную. Я все слушаю, что-то так проникся в вся эта история. Она встает, говорит, а нет, ладно, я пошла, говорит, дальше работать. Я говорю, сиди, я сам пойду. Я так сильно проникся вообще в ее истории. Не люблю грабить людей. Не люблю. Хотя, казалось бы, да? Идеальный форточник. Вот, но... Но не люблю, потому что... Но у меня слишком маленькая фора. Слишком маленькая фора, чтобы вам было понять. Вот, девушка, как вас зовут? Марьяна, вот представьте, я вас ограбил. Представили? А вы быстро справились. Вы немного российская, да? Ну ладно. Итак, я ограбил Марьяну. Вот. Марьяна, да? Вот. Через 30 минут она в отделении полиции. Ее сотрудник спрашивает. Марьяна, я понимаю, это очень тяжело, но вы сможете описать нападавшего? И Марьяна такая. Дайте мне уголек и 30 секунд. Я нарисую этого нигу. И Марьяну можно понять. Можно понять. Ведь я выгляжу как нечто среднее между Биг Смоуком из ГТА Санандрос. Вутли Голдберг. И, конечно же, хозяйка Тома из Тома Джерри, да? Вот. Но на визуальном сходстве все и заканчивается. Нет такого, что я, к примеру, во время оргазма кричу «Тонос!» Нету такого, да? То есть... То есть в этот момент я абсолютно такой же, как и все. Нежно. Из последних сил шепчу девушке на ушках «Халлилуйя!» Ну, потому что... Ну, потому что объективно при моей внешности каждый секс – это просто чудо Господне, да? Вот. И, ну... На самом деле, с сексом действительно проблема. Действительно проблема. Ну, и тут две причины. Первая – ну, черный не делал кунивингус. Мы не делаем. Ведь у нас это называется «Ласка-магия черного», да? Вот. Какой-то байзис. Ну, а второе, ну, не знаю, заметно или нет, жиробасик, да? Жирная жопка. Это самая ласковая, как ко мне обращается мать. Ее можно понять. Можно понять, да? Ведь, ну, мы толстые, для нас все иначе, да? Для нас, вот, помните ту сцену из «Винни-пуха», где Винни застрял в норке у кролика? Звучит как порно, но похлопайте, кто помнит. Так вот, это для вас – это забавная сцена. Для нас – это притча. И мы обсуждаем такие вещи. Мы обсуждаем, мы собираемся по вторникам, в маленьком тесном кругу, тесном, потому что, ну, жопы толстые, хер уместишься, да? И в моей жизни тоже был такой момент, но прежде чем я вам его расскажу, вам нужно знать обо мне важную вещь, да? Ровно два года назад я выглядел иначе, да? Не к тому, что азиат, да? Но несчастный случай с бабаевским шоколадом. И теперь вам не орешки. Нет, не в этом плане, да? То есть… Дело в том, что я весил на 30 килограмм больше. Кто-то скажет, еще больше, куда больше? И я приехал в составе команды КВН в городе Пятигорск. Для тех, кто задается вопросом, кого я играл в КВН, конечно же, толстого черного, потому что мы там все веселые и находчивые. Вот. И я приехал, тут же побежал в ванну, кинул в воду такую, знаете, вот эту кислотную бомбочку, лег в ванну, выглядел, знаете, в этот момент, как слипшийся Нески в тарелке с молоком, вот. И смотрю ролик, да? Тут неожиданно в ролике женщина начинает кричать, «О, господи, нет!» Я такой, «Надо вырубить!» Начинаю тянуться и понимаю, что я застрял всей задней частью и прилип вот такой позе. Я выбрался. Единственное, с тех пор я не говорю, поцелуй меня в мой огромный черный зад. Не говорю, потому что часть этого зада осталась в той ванной. Ну ладно, вот. И смотрите, мы сейчас в Москве, поэтому есть важная вещь, которую надо посудить. Я не гей. Ну и не гомофоб. Я, в принципе, считаю, что черных гомофобов в России не существует. Это что-то мистическое, как кентауров, русалка, демократия, вот что-то из этого списка. Потому что иначе как вы себе представляете? Стоит черный на Красной площади и орет, «Эти пидоры ворут наших пацанов, так что ли?» Конечно нет. Конечно нет. Отчасти поэтому поддерживаю ЛГБТ-сообщество. Поддерживаю, но до определенных событий ни разу не встречался ни с одним представителем этого сообщества. До одной конкретной истории. Которую я решил назвать «Мой первый гей». Итак. В общем, несколько лет назад моего близкого друга после пяти лет отношений бросил девушку. Это было очень тяжело, и мы по старой русской традиции решили жестко набухаться. Понимаю, звучит как начало фанфика. Но я вам гарантирую, что история не закончится фразой, и они поебались. Такого не будет. Вот. В общем, мы пришли в клуб. По бокам от меня танцуют симпатичные девчонки, но я на них не обращаю внимания, потому что я тогда думал, что если ты черный и неплохо двигаешься, клуб выделяет тебе девчонок под танцовку. Я ошибся. Стереотип не подтвердился. В отличие от истории с ментами. Ну ладно. Вот. В общем, стоило девчонкам разойтись. Я увидел, как из конца зала ко мне идет он. Описываю, как в сериале. Хотя по факту это был мужчина лет сорока в трениках с пакетом, в котором была наполовину выпитая бутылка водки. Откуда я знал, что бутылка была наполовину выпитая, пакет был прозрачный, мужчина был открытый. Вот. И он подходит ко мне и начинает танцевать. Движения у них замысловаты, в них чувствуется некий элемент дерзости. Хотя по факту я очень красиво описываю вот такое движение. Вот здесь можно было что-то распознать, да? Можно было что-то распознать. Ну я тогда думаю, ну он так кайфует. Музыка классная, да? И я бы так и думал, если в какой-то момент мужчина не сделал вот такое движение прям по мне. В этот момент мое сознание как будто пробудилось. Воу-воу-воу, подожди! Возможно? Возможно. Ко мне сейчас подкатывают. Я не уверен. Но возможно. И сейчас-то я понимаю, что надо было как взрослый мужчина сказать, нет, стой, подожди, я не такой. Но дело в том, что я воспитан на индийских фильмах, а я танцор диско. Поэтому я идеально в такт музыки, потому что ну трек классный. Сделал вот такое движение. Что выглядит как сомнительный отказ, согласитесь, да? Я думаю, это его даже разодорило. Типа если он так отказ, как он будет соглашаться? А я не знаю, что делать. Я не знаю. Я уже использовал свое лучшее танцевальное движение. Ну то есть, я не знаю, что делать. Но в этот момент меня спас мой друг. Он взял меня за плечо, сказал, пойдем. Мы круто ушли в другой конец зала. Кинули наши сумки в наш импровизированный центр, вокруг которого мы танцевали. Очень мужской поступок. Но наш ухажер, он не отстал. Он словно акула со своим пакетом скользил сквозь людей. И прежде чем я успел что-то сказать или сделать, моего близкого друга, которого после пяти лет отношений в этот вечер бросил девушкой, хватает за задницу, мужик с пакетом. И в этот момент в моей голове принеслось две мысли. Ровно две. Первая будет драка. А вторая, блин, я думал, между нами что-то было. И почему я рассказываю вам эту историю сегодня? Я тут недавно понял, что, возможно, в этот вечер я впервые познакомился с гомосексуалистом. Но по факту, педрилы, которые задорил и ушел с другим, так-то был я. Ну и закончить хотелось бы любимыми строчкой моей бабули. Я удачу тебя в канди-шоп. Я удачу тебя лих. Зо-лолипоп. Най-там все. Спасибо.